Оршанский колледж, филиал Белорусского государственного университета транспорта, известен далеко за пределами не только нашего района, но и республики. Здесь стараются воспитать из ребят не только высококлассных специалистов, но и всесторонне развитую личность. Мы никогда не отказываемся ни от каких мероприятий, которые проводятся не только в нас в городе, в районе, в области. Последнее, даже несмотря на пандемию, последнее мероприятие, которое проводилось, это Белорусской железной дорогой. Это мероприятие, посвященное 150-летию железнодорожного направления Москва-Брест. Хочется отметить, что мы заняли там три первых места. Ребята стихи, сочинения представили свои. Конкурс назывался «Дорога будущего». Нужно было описать, какой я вижу дорогу через 150 лет. Больше мой рассказ был основан на уже имеющихся данных о железной дороге и более модифицированных. То есть, что надо сделать, чтобы дорога была лучше и ездить было бы безопасней и как для грузов, так и для пассажиров. Например, что увеличится скорость. Однозначно увеличится, так как это уже начинает развиваться. И, например, сейчас средняя скорость у нас 200 км в час. Даже не средняя, ну ладно. Но будет средняя, например, 400 км в час. И уже от Москвы до Бреста будет гораздо меньше в пути. Например, 12 часов в час гораздо больше. Анастасия Прудникова в конкурсе сочинений заняла первое место. К нам пришел педагог-организатор и сказал о конкурсе. И я, сидевши на паре, задумалась об этом. Думаю, а правда, как будет выглядеть железная дорога? Я начала мысль свою развивать. Я участвовала в конкурсе «Железная дорога будущего». Я писала сочинение на тему «Как я вижу железную дорогу через 150 лет». И в своем сочинении я написала о том, что железная дорога, у нее будет два этапа. Примерно 75 лет эта дорога будет развиваться. Будет развиваться скорость. Будут развиваться поезда без машинистов, без проводниц. Но все же, еще пройдет 75 лет, и железная дорога вернется к своему классическому образу. То есть появятся проводницы, машинисты, и будет ценой вообще живое общение. И вообще, надеюсь, что так и будет. Потому что главное, чтобы железная дорога развивалась и не стояла на месте. Алина Кравцова родом из Кричева. Когда был выбор, между какими заведениями можно было поступать. Во-первых, Аршанский железнодорожный колледж, он как бы ближе к моему городу. Да и, во-первых, просто преподаватели здесь очень классные, преподают очень хорошо. Поэтому я решила сюда поступать. Я хотела еще с детства в железнодорожный, потому что у меня как бы и семья железнодорожников. Решила, так сказать, продлить династию. Участвовала в конкурсе авторских стихов. Славлю тебя, родная магистраль. И написала стихотворение. В результате какое место? Первое место. В любую погоду и в дождь, в туманы, спешат и бегут поезда. Мелькают вокзалы, мелькают перроны, и села, и города. Проносятся рощи, поля и овраги, вдогонку бегут облака. Горит нам зеленый свет светофора, дорога открыта всегда. Вокзалы и перроны встречают поезда. Людской поток торопится занять свои места. Веселый, добрый, смелый, душой и сердцем чист. Ведется, став умелый, прекрасный машинист. Городок пристанционный, кричев мой родной. В моей жизни, в моих мыслях я всегда с тобой. Железная дорога, с ней связано так много. Друзья мои, учеба, любимая семья. Железная дорога, близка и очень строго. С ней связано, надеюсь, любовь и жизнь моя. Стихи я вообще пишу с детства. У меня бабушка сама по себе писатель, поэтому мы с ней постоянно что-то пишем. И в итоге я решила поучаствовать в конкурсе. Очень много мы принимаем участие в международных конференциях. Это и Урал, и Санкт-Петербург, Москва, и Брянск. Вот в этом году мы сейчас уже шесть учебных заведений мы уже направили свои работы для участия. Ну, это, конечно, дистанционно, это заочно принимается участие. Но, в всяком случае, для того, чтобы ребята не только знали железную дорогу, но и вообще были всеобщей развиты, конечно, мы ничего не отказываемся, всегда принимаем участие. Сергей Бойко, Алексей Цибульский, телекомпания «Скиф».